Здравствуйте! Это обзор от BILD. На выходных Алина Кабаева появилась на публике рядом с георгиевской ленточкой в форме буквы Z и с бантом из георгиевской ленты на ее груди. В это же время американский The Wall Street Journal выпустил материал о том, почему Соединенные Штаты не вводят санкции против Алины Кабаевой, хотя знают о ее близких связях с Владимиром Путиным. Подробнее о политических интригах вокруг Алины Кабаевой мы поговорим с главным редактором сайта Republic Дмитрием Кользевым. Здравствуйте, Дмитрий! Дмитрий, я, к сожалению, вас не слышу. Надеюсь, что сейчас связь наладится. Надеюсь, что вы меня слышите хорошо. Дмитрий, что американцы считают доказанным в связи с отношениями Кабаевой и Путина? Ну, если исходить из этой публикации, я тоже надеюсь, что меня слышно. Если исходить из этой публикации, то американцы считают доказанными близкие отношения Алины Кабаевой и Владимира Путина. Они считают, что Алина Кабаева родила Владимиру Путину предположительно трех детей. Один из них родился в Швейцарии в дорогом престижном родильном доме, а еще два ребенка-близнецы родились в Москве. Это произошло. Первый ребенок родился, если я правильно помню, статью в 2016 году и близнецы в 2019 году, сравнительно недавно. Кроме того, как считают журналисты Wall Street Journal, которые ссылаются на источники в американских органах власти, Алина Кабаева долгое время проживала в Швейцарии, часто жила в частном доме в фешенебельном пригороде Женевы. И, кроме того, она является человеком, с помощью которого, как считают журналисты, Владимир Путин скрывает и контролирует часть своего личного богатства в Европе. Таким образом, этот человек, который явно по всем категориям подходит под санкции, по крайней мере, в отношении других близких людей, близких к Владимиру Путину людей, санкции раньше вводились. Но в отношении Кабаева эти санкции не введены. Почему, Дмитрий, если они считают, что так доказана эта связь, почему тогда не ввести санкции? Ну, если верить в Wall Street Journal, то по этому поводу американские чиновники совещались 11 часов и пришли к выводу, что сейчас это делать рискованно, потому что они боятся агрессивной реакции Владимира Путина. Трудно, конечно, представить, какая реакция сегодня может быть более агрессивной, чем действия России в Украине. Ну, наверное, можно предположить, что они опасаются, например, применения ядерного оружия. Тем не менее, что для вас, Дмитрий, стало, может быть, открытием, когда вы это прочитали? Что из того, что написано в Wall Street Journal, не знали раньше российские журналисты? Ну, в общем-то, отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой, конечно, не были секретом, начиная с, по-моему, 2008 года, если я правильно помню, когда об этом впервые появились публикации. Это такой секрет Пале Шинеля, в общем, об этом знает более или менее вся московская политическая тусовка, журналистская тусовка, бизнес-тусовка и так далее. Но и про детей Владимира Путина, общих детей с Алиной Кабаевой тоже довольно много разговоров. Но впервые это появилось в таком довольно уважаемом, авторитетном американском издании со ссылкой на американских чиновников. Названо количество этих детей, назван примерный возраст этих детей, названы места, где эти дети рождались. И таким образом, как мне представляется, вообще эта публикация является своеобразным сигналом самому Владимиру Путину о том, что такая информация и, может быть, даже более широкая информация есть у американской разведки, есть у американского правительства. И она может быть в дальнейшем использована для введения санкций или еще для какого-то давления на Владимира Путина, чтобы он закончил войну с Украиной. Дмитрий, как вы думаете, почему, несмотря на то, что эта тема имеет явный интерес у широкой аудитории, о ней так мало писали, и как-то даже вскоре только, может быть, писали российские медиа? Ну, потому что это очень опасная тема. Газета «Московский корреспондент», которая впервые написала о близких отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой, была достаточно быстро закрыта. Потом эта тема все-таки стала появляться в тех или иных медиа, но всем понятно, что, всем в России, имею в виду, понятно, все журналисты, все руководители крупных СМИ знают, что Кремль чрезвычайно нервно относится к любым публикациям, к любым сюжетам о личной жизни Владимира Путина. Мы помним издание «Проект», которое обнаружило внебрачную дочь Владимира Путина от другой женщины, от Светланы Кривоногих, и редакция издания «Проект» была практически уничтожена, точнее, была предпринята попытка уничтожить эту редакцию с помощью самых жестких мер уголовных дел в отношении руководителей, объявлений иностранными агентами, объявлений нежелательной организации и так далее. То есть это личные темы, темы, которые наиболее болезненные для Владимира Путина, и на них явно реагируют жестче всего. И российские СМИ, и российские журналисты, которые пытались как-то уцелеть, конечно, не то чтобы целиком обходили эти темы, но были сверхосторожны, когда писали про такие вещи. Тем не менее, за много лет все равно информация просачивалась, и сегодня, в целом, кажется, картина взаимоотношений Владимира Путина и Алины Кабаевой более-менее ясна. Ну и теперь Wall Street Journal прояснил еще некоторые важные моменты по этому поводу. Еще одна тема, связанная с Владимиром Путиным. Он вчера подписал решение о том, что он сделал героем России Адама Делимханова. Как можно воспринимать этот сигнал? Ну, вероятно, как хороший знак для главы Чечни Рамзана Кадырова. В первую очередь, Адам Делимханов считается альтер-эго Рамзана Кадырова. Есть разные мнения насчет того, как Рамзан Кадыров показал себя в этой войне, в этой военной операции. Известно, что он довольно активный участник этих событий. Кадыровцы участвовали и продолжают участвовать в штурме и зачистке Мариуполя. И, собственно, именно за это, по всей видимости, Адам Делимханов получил звезду героя. Но в то же время Рамзан Кадыров не выполнил многие из тех обещаний, которые он публично давал. И в том числе, видимо, давал Владимиру Путину. Он несколько раз обещал, что Мариуполь будет взят в самые ближайшие дни или часы. И каждый раз это обещание не оправдывалось. Было несколько таких обещаний. Он грозился взять Киев и обещал, что это произойдет очень скоро. Но, как мы знаем, вместо этого российская армия все-таки отступила от Киева. И этого не произошло. Поэтому, с одной стороны... Дмитрий, у нас, кажется, проблемы возникли со связью с войной. Война такая... Да, вот теперь мы снова вас слышим. Да, я вижу, что что-то зависит сейчас нормально. И, с одной стороны, война для Рамзана Кадырова такая понятная и родная стихия. И, вроде бы, его компетенции и его преимущества как политического деятеля, как одного из близких лиц Владимира Путина, должны быть во время войны наиболее заметны. И он должен расти. Но, в то же время, так как вся военная операция пошла не по плану, но люди, которые в этой военной операции участвуют, они тоже несут определенные политические риски в отношениях с Владимиром Путиным. То есть, если война идет не по плану, то и те, кто ведут эту войну, не пользуются большим расположением Владимира Путина. Поэтому есть дискуссия по поводу того, наблюдаем ли мы сейчас укреплений, рост Рамзана Кадырова, или, наоборот, он рискует попасть в опалу, потому что кадыровцы показали себя не столь эффективными, как предполагалось. Но звезда героя Делимханова говорит о том, что в целом кадыровцами в Кремле довольны. И можно гадать, какая будет дальнейшая траектория для самого Рамзана Кадырова. Претендует ли он на какие-то более высокие должности, например, кураторов всех Кавказских республик. Или, чем черт не шутит, министра обороны Российской Федерации, или главы Росгвардии, еще кого-то. И в этом случае, кто будет его преемником в Чечне? Может быть, тот же самый Адам Делимханов, который теперь тоже получает от Владимира Путина самую высокую воинскую награду в России. Дмитрий, очень коротко, последний личный вопрос. Вы, как гражданин России, что чувствуете, когда слышите, что Адам Делимханов становится героем России? Или ничего не чувствуете? Наверное, уже ничего, на самом деле, не чувствую. После того, как Рамзан Кадыров стал героем России уже давно, после того, как также Рамзан Кадыров стал академиком, после того, как замглавы администрации президента Сергей Кириенко как-то тайно был награжден этой званием героя России. В общем, на мой взгляд, эта награда в значительной степени девальвирована. И я человек, который родился в Советском Союзе. В общем, для меня рассказы про героев Советского Союза и потом про героев России, про людей, которые сражались за свою родину. В общем, это было частью моего детского воспитания. И до какого-то момента у меня было такое особое отношение к этой награде, как и у многих российских граждан или у тех, кто жил в Советском Союзе. Но после того, что происходило в нулевые годы, после того, что происходило в десятые годы, и происходит в последнее время, конечно, мое личное отношение к такого рода наградам сильно изменилось. На мой взгляд, они девальвированы. И поэтому, в общем, меня это как-то уже особо не трогает. Наверное, об этом лучше спросить тех людей, которые завоевывали эти награды, действительно защищая свою страну, не в захватнической войне, которая сейчас происходит в Украине, а в условиях, когда был проявлен настоящий подлинный героизм. Спасибо. Это был Дмитрий Колизев, главный редактор издания «Репаблик». До свидания. Правозащитная организация «Русь сидящая» фиксирует перемещение осужденных из некоторых колоний. О том, что это означает и как это связано с войной в Украине, мы поговорим с руководительницей проекта «Русь сидящая» Ольгой Романовой. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сейчас известно о том, кого переселяют, из каких колоний и что это может означать? Я сразу хочу сказать, что у нас есть сведения из одного источника и больше, чем из двух источников. И я их буду помечать, соответственно, что здесь у нас, в общем, более или менее все понятно. А здесь... Предположения. Поэтому начну с самых предположительных. В Рязанской области, а Рязанская область находится к югу от Москвы, освобождается сейчас от заключенных довольно новое и, в общем, практически образцово-показательное СИЗО в городе Ряжск. И, собственно, местные наши источники говорят, что ждут там украинцев. Каких украинцев, военнопленных, гражданских перемещенных, мы не знаем. И будут ли они там, мы тоже не знаем. Но мы знаем, что именно так начинались освобождаться колонии и СИЗО в других городах, где у нас подтвержденные данные о находящихся там гражданах Украины. Тоже две категории граждан. Мы знаем про военнопленных и мы знаем про перемещенных гражданских лиц. На основании чего они перемещены, в каком статусе они находятся именно в тюрьмах, то есть в СИЗО, СИЗО это крытая тюрьма считается, мы этого не знаем. Ну, то есть это нарушение, конечно, выпиющее всего. Мы знаем о СИЗО в городе Старый Оскол, это Белгородская область. То есть совсем недалеко от границ Украины. Да. Опять же, мы знаем, что там есть украинцы, но не понимаем, в каком они статусе. То есть эта информация требует подтверждения. Мы знаем о нескольких местах лишения свободы в пресловутом Брянске, тоже недалеко от границы. И мы точно знаем о военнопленных, украинских военнопленных, в двух колониях Ростовской области. Это колония в небольшом городе Каменск-Шахтинск. И это колония в небольшом городе под названием Зверево. Вот две большие колонии, они расформированы, и там сейчас находятся украинские военные. Ольга, помните, когда только-только появилась первая информация о том, что Россия может напасть на Украину, и российский МИД, да что говорить, многие российские журналисты скорее смеялись над этой информацией. Следом появилась информация, что будут подготовлены какие-то лагеря для украинцев, которые попадут в плен и так далее. И тогда это тоже воспринималось как, ну, какая ерунда. Понятно ли сейчас, в каких условиях находятся эти плененные, наверное, да, и гражданские, и военные, они нуждаются в чем-то? И вообще, какая у них связь с внешним миром? Про связь с внешним миром я вам ничего не скажу, потому что она есть, но я ее не дам. То есть я ее не выводу. То есть она есть, какая-то есть. Она есть, она очень подпольная, но она есть. И, конечно, все это очень сильно обрывается. Больше всего у нас информации есть из СИЗО города Курска. Там есть несколько СИЗО, и в одном из них содержится несколько десятков гражданских лиц с Украины. Мы знаем подробности, по крайней мере, о трех из них. По одним данным их 38, по другим их больше. Мы знаем совершенно точно про одного из украинцев, потому что он нуждается в срочной медицинской помощи. И у нас есть список лекарств, которые ему нужен, которые мы не можем передать. Его зовут Вуйко Роман Иванович. Он с 72-го года рождения. И мы знаем его адрес в городе Гастамиль. То есть это под Киевом? Да. То есть он жил под Киевом? И мы знаем, что вместе с ним находится пожилой человек с ментальным расстройством. И молодая девушка, которая тоже нуждается в медицинской помощи, я не знаю в какой. Значит, это СИЗО закрыто для посещения адвокатов до 4 мая. Несмотря на это, адвокат Руси сидящего зовут Леонид Крикун. Все равно он сейчас в Курске и добивается встречи с людьми, чьи имена мы знаем. Ну и в любом случае, мы, конечно, записаны на все посещения после 4 мая. Чем это закончится, мы не знаем. Мы понимаем, что нужна медицинская помощь там. Мы также знаем, что все-таки сначала были заполнены колонии в областях, которые для нас, конечно, черная, просто черная дыра и черная зона. Это ЛНР-ДНР. Там есть несколько больших зон, включая зону для пожизненных. И мы с этой зоной пытались работать, где вы были последние 8 лет, в зоне для пожизненных. И там очень много проблем. И сегодня уже официально стало известно, публиковал небольшую заметку коммерсант, что туда прибыли два очень специальных адвоката. Есть их имена в коммерсанте. Они такие с военным образованием. И занимается этими адвокатами главная военная прокуратура. И следственный комитет, который тоже там военное следствие. То есть это адвокаты, которые, скорее всего, будут работать по назначению. Разумеется, по назначению. Разумеется, уже известны имена нескольких людей, которые они как бы будут защищать. Они называют их наемниками. Это граждане Марокко. Есть их имена и фотографии. И те же адвокаты говорят о том, что в ДНР и ЛНР около трех тысяч украинских военнопленных. Мы эту цифру не можем не подтвердить, не провернуть, а только сослаться на слова этих двух адвокатов. Которые напечатаны в коммерсанте. Да, в коммерсанте. Я не очень хорошо понимаю, что эти адвокаты там делают, а также, что там делают российские прокуроры и следователи, поскольку на территории ЛНР и ДНР нет российских судов, российской юрисдикции. И кого они там где и как собираются обвинять или защищать, я не понимаю. Ну, то есть здесь нет никакой правовой основы. Если только они не будут вести эти процессы в России, что, в общем, вероятно. У нас Следственный комитет иногда открывал дела по происшествиям на территории других стран. Ну, или, знаете, я нисколько не удивлюсь. Вообще, нисколько не удивлюсь, если, например, какой-нибудь Босванный суд или Мещанский суд города Москвы решит устроить весное заседание в ЛНР и ДНР, как это уже было сделано, с Навальным два раза. И оба раза это было абсолютно незаконно, да? Абсолютно. Ну, и там будет незаконно. И что? А что вы мне сделаете, да? А у меня ракеты, да? Да, значит, мы можем фиксировать, что какое-то количество, судя по всему, речь идет о тысячах, украинцев находятся либо в ЛНР, ДНР, либо находятся на территории уже даже России. И гражданские. В разных учреждениях. И военные, и гражданские. Но ведь еще до войны с Украиной наверняка многие украинцы находились в российских тюрьмах. А что происходит с ними, нам понятно? Более-менее понятно. Значит, во-первых, сразу хочу сказать, так как мы не понимаем ничего про украинских гражданских лиц, кроме того, что мы пытаемся к ним проникнуть, есть Женевская конвенция о содержании военнопленных, ратифицированной Российской Федерацией. Никакой ФСИД не может сторожить никаких военнопленных. Это Министерство обороны. Тюремщики не должны быть там. Убирайте их оттуда. За это судят, за это трибунал положат. Ну и плюс ко всему, конечно, должны быть международные наблюдатели, которые должны смотреть условия. Где они? Ку-ку. Мы вот только знаем сегодня о двух странах-адвокатах. Что касается украинцев, то, конечно, с начала войны, если и до того 8 лет практически почти не было связи у них с ростиками, и посылки тяжело шли, и все остальное, то теперь, конечно, связь полностью оборвалась, естественно. Очень много тяжелых случаев, очень много. Я хотела бы обратить внимание, прежде всего, все-таки на женщину. На женщину, которая находится на Украинах, с украинским паспортом, которая находится в женских зонах, и которому вообще некуда идти, некуда ехать. И к нам приходят письма, и каждая ситуация, она... Ну, она чрезвычайно драматична. Вчера еще был один у нас очень странный случай. Дело в том, что мы несколько лет защищали гражданина Новикова из города Петрозаводск, то есть это Карелия, который что-то там в контакте запостил, его осудили на несколько лет лишения свободы. Он вернулся, и тут его в отделе полиции лишили российского гражданства. Да, я понимаю, что я говорю ересь, но просто так случилось. Да, в отделе полиции лишили российского гражданства на том основании, что он родился в городе Сумы, Украина. Да, то есть он отслужил в армии в России, он женился, развелся, снова женился и был осужден как российский гражданин. Тогда они вспомнили, что, оказывается, он, наверное, русский, но родился в Украине, и решили его депортировать, лишить его гражданства. И мы несколько лет его защищали, дошли там до гостинственного суда. И тут с начала войны в Украине он говорит, знаете что, ребят, спасибо вам большое, но не надо мне российского гражданства, я вот так. Ну, молодец, товарищ Новиков, молодец. А вчера к нему пришли и его забрали. С обыском, вообще без объявлений, ничего бы то ни было. Пришли люди в погонах, в форме, и его забрали в совершенно единственное направление, оставив там жену в полном недоумении и в горе. Под вечер мы его нашли, то есть и какие расписки он дал, и что с ним будет дальше, да, мы пока не очень хорошо знаем. Сейчас просто этим делом занимаемся. И вот такие случаи, вот самые разные, к сожалению, происходят с украинскими гражданами в России. Конечно, сразу по выходу из тюрем, они попадают в депортационные центры и их депортируют. А как сейчас могут депортировать в Украину? Вот как, вот как. В общем, как я понимаю, сейчас довозят до ДНР и ЛНР, а что с ними случается дальше, мы не знаем. То есть дальше связи нет. Дальше связи нет. Поэтому, конечно, нужно вмешательство срочное международных наблюдателей, безусловно. Нужно вмешательство правозащитников и, конечно, вмешательство комитета ООН, комитет, который наблюдает за соблюдением Женевской конвенции, потому что с каждым днем прибавляется пленных, и с каждым днем прибавляется людей, которые по неизвестным причинам попадают именно в российские тюрьмы. Не в санатории. Да, мы знаем, что есть и более или менее места, куда попадают украинские гражданские лица. Например, город Тихвин. Это Ленинградская область. Там совсем недавно был священник Григорий Михнов Вайтенг из Питера и писал о том, что там происходит. И, в общем, там условия приличные для фильтрационного лагеря. То есть это те самые люди, которые по гуманитарным коридорам выходят на территорию России? Да, это по гуманитарным коридорам выходят люди. Там они, мы их видим. Ходят самые разные слухи о наличии таких лагерей в других районах России. Подтверждения пока нет. Мы не знаем, мы не видели. Вот лично видели, соответственно, в Тихвине. Если будут показывать государственным председателям этот лагерь, мы о нем знаем, там все более-менее в порядке. Найдите гражданских лиц в российских СИЗО. Давайте поднимем курс. Там есть несколько СИЗО. У нас есть номер, у нас там есть адвокат. Давайте попробуем выяснить или хотя бы просто передать лекарства. Ольга, последний вопрос. Может быть, вам он покажется немножко странным, но российские тюрьмы всегда были провластные. Они голосовали хорошо за Владимира Путина, они хорошо голосовали за ЛДПР. Так уж получилось, что именно эта партия пользовалась поддержкой в таких учреждениях. Что сейчас, есть ли какая-то информация о том, как они реагируют на войну с Украиной? Вы знаете, тюрьмы вообще реагируют по-разному. Тюрьмы поддержали Крымскую аннексию. Это вот было просто совсем-совсем. Но тем не менее, вот опыт наблюдения за выборами в тюрьмах, он у нас есть, довольно большой. В СИЗО. В тюрьмах они имеют право голосовать. В СИЗО. Например, показал, что когда на выборах 2012 года, вот там, где были наблюдатели, побежал Прохоров, например. Оу! Да. И довольно много было бюллетеней за Навального в следующем 2013 году, когда он блогировался на пост мэра Москвы. Там, где есть наблюдения, и люди видят, да, что они могут так более-менее спокойно выразить свое мнение, то тюрьмы голосуют нормально. Другое дело, что в среде криминальной, там, где уже, собственно, скопление, зона, да, то есть полторы-две тысячи людей скучно, да, живут вместе, все друг про друга знают, конечно, Путин рассматривается таким паханом. Он и говорит на понятном языке, он и ведет себя, в общем, да. То есть это социально близкий? Социально очень близкий, главное, понятный, да, понятный. Сейчас как мажет, да, сейчас вот как вот рога отшибет, да, ну все-все понятно. О, да, вот пацан сказал, пацан сделал. Они же так и говорят. Они же говорят, как будто они сидели 8 лет, да. Ну да, может быть, Питерская подворотня, но вообще, конечно, я думаю, что это не Питерская подворотня, а КГБ. Спасибо большое. Ольга Романова рассказала нам о том, что известно об украинцах в российских тюрьмах и на российской территории. До свидания. До свидания. В Болгарию и Польшу прекратились поставки российского газа. Официальная причина – они не платят за газ рублями. О том, кто больше потеряет от того, что эти поставки прекратились, мы поговорим с экономистом Сергеем Алексашенко. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, Максим. Кто больше потеряет, кто больше рискует, играя в такие газовые игры? В краткосрочной перспективе больше рискуют европейские страны. В долгожущной России Газпром, Путин. Ну, если Путин вообще понимает понятие, у него есть в голове понятие «риск». Потому что, конечно, не факт, что всем европейским странам, потребителям, удастся быстро найти необходимые объемы газа. Есть на это надежда. Но теоретически и население, и компании готовы к тому, что газ в какой-то момент будет исчезать или его бы не будет хватать. Соответственно, могут быть проблемы с электроэнергией, могут быть проблемы с сохранением производств. Но, тем не менее, в долгосрочной перспективе все понимают, что вот такая энергетическая зависимость от России, которая использует газ, нефть, как оружие в гибридной войне, не ведет ни к чему хорошему. А говоря о проблемах для России, нужно понимать, что Газпром с подачей Путина или Путин потребовал от Газпрома, чтобы он разрушил всю вот эту идеологию долгосрочных контрактов, которая выращивалась последние 50 лет, что они являются... совсем даже необязательными, что их в одностороннем порядке можно нарушать. Ну, не говоря уже о том, что Газпрому предстоит готовиться к судебным разбирательствам и к выплате значительной компенсации, когда европейские потребители будут выставлять не только стоимость неполученного газа, но и весь понесенный ущерб, который на самом деле может оказаться достаточно значительным. Поэтому у каждого своя, что называется, доля риска, но надо понимать, что они разные, они взвешиваются по-разному. А почему именно Болгария и Польша сейчас? Неужели все остальные принимают правила игры и платят в рублях? Нет, Максим, дело в условиях договоров. Просто у Болгарии и Польши срок оплаты по контракту наступает в конце следующего месяца по истечении срока оплаты. То есть сейчас, в конце апреля, Болгария и Польша должны... В конце месяца, по которому идет оплата, соответственно, у Болгарии и Польши в контракте написано, что поставки газа за апрель по состоянию на 25 число, они должны заплатить 26-го. Соответственно, у основных потребителей европейского и российского газа срок платежа наступает где-то в середине месяца, в середине мая. Поэтому нужно просто подождать. Можно ли сказать, что после таких событий Россия, или скорее Европа, на шаг ближе к нефтяному эмбарго, к тому, чтобы запретить покупать нефть и газ из России? Даже если мы не будем использовать слово эмбарго, мне кажется, что отключение газа со стороны России будет лишним аргументом в сторону того, что европейские потребители должны максимально отказаться от российских энергоносителей нефти, газа и угля. Потому что продолжать нормально... Ну, бизнес из южил, продолжать делать вид, что экономические контракты соблюдаются, если они подписаны обеими странами без политического вмешательства, очевидно, что это не так. Очевидно, что вот эта вся ситуация создана российскими властями, а точнее говоря, президентом Путиным на пустом месте. Но насколько можно говорить, что у России есть ресурс для того, чтобы бодаться так, как она сейчас бодается экономически? Ведь Путин сейчас сказал, что экономика стабилизировалась. Судя по всему, есть какой-то ресурс. Ну, мне кажется, что Путин не очень хорошо понимает, что происходит в экономике. И, соответственно, говорить о стабилизации экономики сегодня может только такой неадекватный человек. Потому что если вы даже послушаете всех его министров экономического блока, которые выступают, все говорят, кто-то говорит о структурной трансформации, кто-то говорит о начавшемся спаде, кто-то говорит о долгосрочной тенденции к спаду. Но никто не говорит, что экономика стабилизирована. Для Путина, видимо, индикатором стабилизации является то, что курс доллара Центральным банком искусственно удерживается на уровне между 70 и 75 рублей. И он считает, что это означает, что в экономике, в Багдаде все спокойно и можно делать вид, что все хорошо. А почему на вас спрятать, что этот курс валюты не сигнал о том, что действительно есть стабилизация? Этот курс валюты сигнал того, что Центральный банк запрещает покупать валюту многим желающим и что рубль сегодня является неконвертированной валютой, так же, как он был во времена Советского Союза. Тогда был официальный курс 62 копейки, но он не значил ничего. Спасибо большое. Это был экономист Сергей Алексашенко с нами на связи. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Вы смотрели обзор от Бильд. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Тут выходят не только новостные обзоры, но и интервью. Не забудьте подписаться и на Telegram-канал. Он тоже называется Бильд на русском. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова